Это на самый-самый крайний случай? Да, это на самый крайний случай. Это оказание помощи, экстренной помощи. На самый несчастный и внештатный случай в Орленке есть даже дефибриллятор. Все 220 воспитанников обеспечены медобслуживанием. У них таких серьезных жалоб нет. В основном у них болит горлышко, там насморк бывает, бывают головные боли, боли в животе. Да и то две последние жалобы, как говорят медики, от свежего воздуха и полноценного питания. День воспитанников начинается с медосмотра. Элина Юсупова врач и, как говорит она сама, немного отдыхающий. Элина живет и работает в Казани, а родом из Альметьевска. Здесь у нее родители. 24 часа в сутки, да, мы тут находимся. Тут два фельдшера работают, одна медсестра на пищеблоке и один врач-ям. После короткой экскурсии для нашей съемочной группы специалисты провели полноценную для гостей. В их числе министр по делам детей и молодежи Татарстана Тимур Сулейманов. Мы посмотрели условия, в которых вы проживаете. Просто супер условия. Когда-то Орленок был палаточным лагерем посреди леса. Об элементарном удобстве и тем более комфорте можно было только мечтать. Первые капитальные корпуса появились на территории в 62-м году. Со временем лагерь рос, благоустраивался и дорос до маленького городка. Архитектура, она влияет на формирование личности, на становление личности. Поэтому даже если в повседневности, потому что все дети приезжают из разных школ, из разных регионов. Спальные, медицинские, культурно-развлекательные корпуса и аквапарк появились в лагере не за один день. Реконструкция шла с 2004 года и полностью город детства оформился спустя 18 лет. Всего же одному из старейших лагерей Татарстана в этом году исполнилось 60 лет. Одно из основных направлений это восстановление контактов, восстановление вот этих связей, которые, наверное, останутся надолго. Я не даром сказал, что потом они пойдут учиться, потом работать. Отдых в Орленке доступен для детей работников компании «Транснефть». Для чад других работников нефтяной отрасли в районе функционируют лагерят от нефти. А для всех остальных предусмотрены муниципальные учреждения. Тимур Туманов, Новости Юго-Востока.